Друзья, всем привет! Если вам надоело овсянка и сырники на завтрак, то я рекомендую приготовить вкуснейшие маковые панкейки с малиной. Не готовили? Тогда рекомендую посмотреть рецепт и обязательно приготовить такие панкейки на завтрак. Для приготовления маковых панкейков с малиной нам понадобится 220 мл кефира, 50 г яйца, это приблизительно 1 штука, 20 г сахара, количество сахара можно как увеличить, так и сократить, 1-2 чайной ложки соды без горки, 20 г сливочного масла, 150 г муки, 20 г мака и 80 г замороженной ягоды. К маку мне больше всего нравится использовать малину, это может быть черная смородина, черника, в принципе та ягода, которая вам больше нравится. Соединяем муку с содой и сюда же отправляем мак. Мак предварительно замачивать не нужно. Перемешиваем и отставляем в сторону. Соединяем яйцо с сахаром. Взбивать особо ничего не нужно, просто перемешайте. Вместо сахара можно добавить мед или кленовый сироп. Сюда же растопленное сливочное масло. Перемешиваем. И кефир. Перемешиваем. Добавляем сюда заранее подготовленные сухие ингредиенты. И вымешиваем так, чтобы не было комочков. Соду, как вы уже поняли, гасить не нужно. Она погасится за счет кислоты, которая есть в кефире. Так, отлично. Можем сразу же выпекать наши панкейки. Берем сковородку. Массу для панкейков перекладываем в кондитерский мешок. Так, отсаживаем вот такие небольшие кружочки. Есть. Теперь берем ягоду. Укладываем ее посерединке. Если слишком крупная, то ломаю ее. Панкейк с сюрпризом. Закрываем ягоду. И буквально по несколько минут с каждой стороны обжариваем. Под крышкой на сухой сковороде. Переворачиваем. Так, снова накрываем крышкой и несколько минут обжариваем с другой стороны. Наши панкейки готовы. Такая красота получилась. Люблю готовить такие маленькие, аккуратненькие панкейки. С остальной частью теста проделываем все то же самое. Снова накрываю крышкой и обжариваю по несколько минут с каждой стороны. Для того, чтобы мои панкейки получались ровными и красивыми, я каждый раз перед тем, как положить новую партию на сковородку, я сковородку мою под холодной водой и выкладываю тесто на слегка теплую сковородку. То есть не на горячую. Если выложить на горячую сковородку, я сейчас покажу вам разницу. Посмотрите, это панкейки, которые я выкладываю на слегка теплую, холодную сковородку, а это панкейк, который тесто я выкладываю на горячую сковородку. Видите, вот здесь получается такой, если сравнить их, такой некрасивый край. Вот такой небольшой секрет у меня есть. Снова промою холодной водой и отсажу новую часть теста. Вот такая гора вкусных, ароматных панкейков у нас получилась. Можно подавать их с кленовым сиропом или со сметаной. Сахара, как я уже говорила, здесь совсем немного, так что поправляйте количество сахара на свое усмотрение. И, кстати, да, с медом это будет тоже очень вкусно. Сейчас покажу вам разлом, укус. Очень вкусные, очень нежные. Можно даже соединить сметану с медом или с кленовым сиропом вместе. И так подавать. Обязательно приготовьте такие панкейки на завтрак. Друзья, а больше рецептов как сладких, так и соленых вы найдете на моем YouTube-канале, в моих книгах, на моих мастер-классах и на моем сайте. Подписывайтесь, комментируйте. И давайте готовить вместе! Субтитры подогнал «Симон»!